Из-за всех императорских резиденций, расположенных под Петербургом, Орененбаум является самой незаслуженно обойденной вниманием. Да, в Орененбауме нет роскоши регулярных парков и фонтанных каскадов Петергофа, зато именно здесь находится единственный дошедший до наших времен дворец в стиле рок-ко-ко с аутентичными интерьерами XVIII века. Это так называемый китайский дворец. Дворец сей – лишь небольшая часть огромного дворцово-паркового ансамбля, бывшего когда-то собственной дачи принцессы Софии Аугусты фон Агольцербст, в крещении ставшей Екатериной Алексеевной и взошедшей впоследствии на трон, как Екатерина II, она же Великая. Строительство дворца, равно как и прилегающей к нему территории, было поручено специально выписанному из Италии архитектору Антонио Ринальди, уже отметившемуся при дворах ряда немецких книг. Несмотря на название, китайский дворец в Варенинбауме ничуть не напоминает китайскую архитектуру ни снаружи, ни внутри. С виду, если смотреть на дворец с севера, он типичное для северного рок-ко-ко Ринальдиева извода парковое здание. Если же смотреть с юга, со стороны пруда, и вовсе эклектичное творение в духе то ли версальских павильонов, то ли ренессансных тосканских вилл. В общем, нечто сугубо европейское. Но во дворцовых покоях хранится множество изделий китайского фарфора, от напольных фаз до миниатюрных статуэток, не говоря уже о китайских же тканях на стенах и портьерах, и китайских же лаковых панно. А в одном из помещений имеются иероглифы, которые и по сей день ни один китаец, ни один синолог так и не смогли расшифровать. В совокупности внутреннее убранство дворца можно отнести к такому редкому ростку рок-ко-ко, как шенуазгий, что в буквальном переводе с французского и означает «китайщик». Некогда этот стиль на волне возобновления доставки товаров из Поднебесной был такой великий шелковый путь, если кто помнит. Стал невероятно модным в Европе. Карло Гоцци пишет сказку про китайскую принцессу Турандот, представляя этот самый Китай очень странно. Во всяком случае, к реальной стране мандаринов и шелка этот вымышленный европейскими, точнее итальянскими умами, Китай никакого отношения не имеет. Так и с нашим дворцом, построенным волею наследников Российского престола, трудами мастеров из Италии, представляющих им, а через века и нам, свой собственный, совершенно сказочный, но такой милый Китай. Как и положено дворцу, рожденному в эпоху рок-ко. В плане он абсолютно симметричен, имеет центр, большой зал, от которого вдоль северного фасада в разные стороны расходятся помещения двух парадных анфилад. В западной части располагаются покои Софии Августа Федерикки, известной впоследствии как Екатерина II. С восточной стороны ее сына и наследника престола, великого князя Павла Петровича, будущего императора и самодержица. И уже сейчас мы с вами окажемся внутри этого российского императорского Китая, каким его государи представляли себе и каким, благодаря их фантазии и творческой фантазии зодчих, он представлялся всем, кто здесь когда-то побывал. Переднее. Изначально это помещение служило вестибюлем, ведь именно к нему примыкал парадный вход в здание. А после перестройки Андреем Штыкиншнайдером, которая обогатила переднюю крытой застекленной галереей, этот покой превратился в столовую тогдашней хозяйки дворца, великая княгиня Елены Павловны, своячницы императора Николая I. Изначально стены передней украшали панно работы Стефана Торнелли, неаполитанского декоратора, прежде трудившегося над оформлением дрезденского цвингера, а после Арененбаума, оставившего свой след на стенах Зимнего дворца в Петербурге. К сожалению, его живопись в передней была полностью утрачена во время реконструкции 1848-50-х годов, а на стенах появились малоинтересные работы неизвестных итальянских художников в романтическом или, как тогда говорили, руинном стиле. А вот живописный плафон, то есть потолочное панно, изображающее Аполлона среди мус, подлинная работа самого Торнелли. Говоря об итальянцах в китайском дворце, грешно было бы не упомянуть еще одного мастера – Серафима Бороцци, кисти которого здесь же, в передней, принадлежат изысканные орнаментальные росписи, именуемые также арабесками, а таинственная и совершенная гармония покоя достигается лепным декором, падук и потолка, украшенных раковинами и цветочными гирляндами, а также наборный паркет середины XVIII века, созданный по прорисовкам Ринальди и сделанный из ореха, амаранты, сандала, розового и красного дерева, а также карельской березы. По некоторым данным, это один из самых старых паркетов, сохранившихся под Петербургом. Окончательный аккорд передней – изысканный камин из искусственного мрамора «Стукко», выполненный итальянцем же по имени Альберто Джани. Столь долгая остановка в передней связана с тем, что она, как вертюра к опере, вводит в подобающее настроение и задает основные темы. Гардеробная, следующая за передней, открывает анфиладу покоев Павла Петровича. Само название комнаты сегодня – вопиющий анахронизм, ибо, собственно, гардеробным целям она перестала служить еще в конце XVIII века, превратившись сперва в буфетную, а затем, по совместительству, в библиотеку. К сожалению, после то ли пяти, то ли семи обновлений от Ринальдзиевского замысла гардеробной осталась лишь одна стена искусственного мрамора над камином, украшенная изысканной резьбой в восточном стиле. А эту комнату можно было бы назвать самым изысканным помещением дворца. Останься она в первозданном виде. По свидетельству очевидцев, она являла собой подлинное чудо света. Изначально, бывшая детская будущего императора Павла I, она имела название «живописный антик», поскольку стены ее сплошь украшали работы бороцци на тему гибели античного Геркуланума, подобно Помпеям, погребенного под лавой и пеплом с извергшегося везувия. По реконструкции середины девятнадцатого века панойцы были сняты и уехали в неизвестном направлении. Воровство, видать, и в те времена было делом привычным. Поэтому до поры до времени стены этой просторной комнаты оклеили бумажными розовыми обоями, но совсем как в нынешних квартирах. И только в самом конце девятнадцатого века, уже в то время, когда китайский дворец принадлежал семейству принца Альденбургского, обои были заменены розовой же холстиной, которой добавили золоченый лепной декор, придав помещению, хоть и не совсем аутентичную, но вполне себе ракокошную изысканность. Кстати, здесь находится самый старый по времени и, вероятно, самый красивый по исполнению плафон Диана и Аврора, посвященный смене дня и ночи, писанный итальянским же художником Гаспаро Дициани. Прочие живописные полотна со множеством резвящихся пути были помещены в этот покой уже в конце девятнадцатого века. Если комната живописная антик использовалась для детских игр наследника, то соседняя штофная обочивальня была личной спальней Павла Петровича. Название говорит само за себя. Стены спальни были обтянуты светло-зеленым обивочным шелком, именовавшимся в восемнадцатом веке штофом. Это считалось модой из Китая, хотя на родине шелка его никогда не использовали. Рисунок на штофе был совершенно девчачий. Серебристые дорожки, перевитые белыми и розовыми цветами. В общем, такая принцессина-ориенталистика. Возможно, Екатерина ждала дочку, и ради нее приказала именно так отделать спальню. Но родился сын, вследствие чего нежный интерьер был разбавлен лепниной на тему оружия и доспехов. В глубине Алькова имеется детский портрет Павла Работы, что удивительно, русского художника Алексея Антропова. А на полочках очередная и очень странная дань Китайщине. Размещены небольшие вазочки, но не из Китая, а из мессенской мануфактуры, что, как понимаете, находится в Саксонии. Уникальным двухчастный интерьер, состоящий из небольшого алькова и значительного прямоугольного объема, делает потолок, напоминающий раздутый ветром парус, выполненный из искусственного мрамора. Пожалуй, единственное применение этого материала в потолочных работах под Петербург. И финальный аккорд. Несколько изящных мебельных безделушек, привезенных из Франции. И камин из розово-зеленого искусственного мрамора. Эти два цвета станут самыми любимыми у Павла. Вполне просторная, хотя и не уступающая размерами, залу мусс, помещение именуется из-за благородного голубого штофа, которым оббиты его стены голубой гостиной. Когда-то она предназначалась для отдыха гостей в антрактах представлений, выполняя роль фойе или по-современному чилл-аута. А чтобы гости не скучали, стены гостиной украсили внушительной коллекцией барочной живописи, итальянской, французской, фламандской. Некогда, по слухам, среди полотен на стенах гостиной можно было видеть подлинники Рубенса и Ван Дейка, ныне хранящиеся в Эрмитаже. А сейчас здесь можно видеть их копии, а также работы неизвестных художников 17-18 веков. Потолок, как всегда имеющий живописный плафон, выполненный итальянцем Франческо Цуньо, являет аллегорическую картину «Время, похищающее истину» – типичная философия 18 века, явленная в живописи. Вообще, все в интерьере голубой гостиной намеренно настраивает на спокойно созерцательный лад от многофигурных, сложно-смысловых композиций полотен до нежно-голубых, а голубой – это цвет вечности и цвет стен. Помимо этого, голубая гостиная полна милыми безделушками, предметами мейсиновского фарфора, резной французской мебелью эпохи Луи XV и золочеными французскими же часами XVIII века, к созданию которых, по легенде, приложил руку сам автор бессмертных комедий о Фигаро – Пьер Корон Бо Марше. И да, голубая гостиная на фоне прочих интерьеров китайского дворца, наименее изощренная, наименее насыщенная разными архитектурными деталями, кажется и наименее эксклюзивной, но информационная насыщенность и визуальная насыщенность этого помещения оказывается чрезвычайно высокой. Здесь действительно хочется задержаться, чтобы досконально рассмотреть сюжеты западноевропейских мастеров. Одно из двух относительно просторных помещений миниатюрного дворца – зал «Мусс», некогда предназначавшийся для домашних концертов и театральных постановок. В частности, именно здесь ставила сама лично свои пьесы сама Екатерина II, некоторое время мнившая себя драматургом в подражание то ли Луи XIV, певшему и танцующему в операх, то ли Фридриху II, игравшему на флейте и сочинявшему для этого инструмента. По легенде, Екатерина сама разрабатывала идеологию этого помещения, так что совсем не случайно мастер Торнелли расписал стены и потолок образами всепобеждающей Венеры. С этой богиней Екатерина страсть как любила сравнивать себя, на что были весьма веские причины, но особенно если подумать о почти астрономическом числе ее фаворитов. На плафоне потолка Триумф Венеры, по стенам Венера в окружении Мус, словом, настоящий живописный гимн всепобеждающей женственности, сильной и независимой. Ну вот как тут не подумать, что императрица, пожалуй, была настоящей прабабушкой современного феминизма. Одна из особенностей зала Мус – большие окна-двери, выходящие на террасу парка, как бы расширяющие дворцовое пространство природными, что удивительно, рифмуется с некогда звучавшими здесь сонатами и концертами Гайдена и Моцарта, создавая невыразимые гармонии звука и изображения. Важно отметить, что зал Мус – одно из немногих сооружений дворца, полностью сохранивший свою первоначальную отделку по проекту Ринальди, до сих пор несет на стенах своих дух Екатерины Великой. Кстати, помимо росписи и лепнины, а также наборного паркета, здесь сохранились подлинные золоченые банкетки, созданные опять-таки по рисункам Ринальди. И уж совсем невозможно обойти вниманием мраморную скульптуру «Мальчик на дельфине». Когда-то зал украшала подлинная работа ренессансного скульптора Лоренс Флоренцетто, навеянная легендой, рассказанной Плутархом. Как ни грустна история об утонувшем мальчике, которого на берег вынес дельфин, статуя, хоть и выполнена с отменным мастерством, да еще и по рисунку самого Рафаэля, не может не вызвать улыбки. Уж больно комичен дельфин. Очевидно, ни Рафаэль, ни его ученик Лоренсетто никогда не видели живых дельфинов. Ныне подлинная статуя находится в Рафаэлевском зале Эрмитажа. В переписке с Вольтером, Дидро и прочими просвещенными мужами Екатерина частенько описывала стеклярусный кабинет как преизрядный покой и принимала в нем самых почетных гостей, в частности, австрийского посланника, князя фон Лобковица, который, по легенде, именно здесь, на тогда еще очень скользких смальтовых полах кабинета, так расстарался в галантных реверансах, что, потеряв равновесие, рухнул на пол, ударившись лбом. Лобковец, тот самый, которому Бетховен посвятил одну из своих симфоний. Да и Штраус тоже, правда, позже. И вальс, а не симфония. Екатерина, тогда еще вовсю учившая русскую речь, впоследствии в обществе закатычной подруги другой Екатерины Дашковой, смеясь, каламбурила о том, как Лобковец расшиб в ее покоях свой австрийский лоб. К середине XIX века мозаика от сырости и плесени пришла в столь плачевный вид, что была снята, а пол в кабинете заменен на наборный паркет в общей стилистике прочих комнат дворца. При этом изначальный рисунок, придуманный Ринальди, сохранился. Стержневое Самое крупное помещение дворца. Большой, он же приемный, он же центральный зал, словно в одночасье рушит и ракокошность, и китайщина. Образец незамутненного классицизма. Именно таким и был задуман этот зал его создателем, пресловутым Антонио Ринальди. В чем-то здесь отразились тайные пристрастия мастера, вынужденно работавшего во, возможно, не слишком любимом им стиле рок-ко-ко. Ринальди, как просвещенный итальянец XVIII века, не мог не восхищаться творчеством своего великого земляка Андреа Палладио. И, наконец, в этом зале вполне отразилось желание Ринальди создать собственную дачу Екатерины по образу и подобию римских и ренессансных вилл. Здесь есть все приметы палладианства. Небольшой купол, круглые окна люкарны, небольшие застекленные двери, напоминающие палладианские окна, распахнутость интерьера в парк. К сожалению, естественного мрамора, применявшегося итальянским коллегам, сыскать не удалось, потому стены зала отделаны искусственным, но гораздо более дешевым. Но это лишь досадная мелочь. В остальном же все безупречно. Да даже овальная форма зала живо напоминает знаменитую виллу ротонда постройки Андреа Палладио в окрестностях Веченцы в Италии. Здесь встречали самых высочайших гостей от вельмож и дипломатов до коронованных особ. В частности, именно здесь принимали прусского короля Фридриха Третьего, прибывшего в Варенинбаум на крестины племянника Павла Петровича. Малый китайский кабинет, где мы сейчас с вами находимся, в 18 веке имел и второе название предопочивальня, так как он предшествует спальне Екатерины Второй. Его интерьер находится в определенном контрасте с предыдущими помещениями дворца, которые оставляют впечатление изнеженности, плавности, спокойной изысканности из-за светлых красок и скругленных форм. Здесь же четкие прямоугольные архитектурные плоскости, контрастные звучные цвета и строгие геометрические орнаменты в сочетании с затейливым растительным узором и тонко прорисованными сценками из китайской жизни. Все это создает неповторимый облик этого помещения. Малый китайский кабинет категорически не похож на другие помещения дворца. Здесь Ринальди как бы помещает интерьер в прямоугольные контуры, решая его перекрытие в виде усеченной пирамиды в полном соответствии со структурой кабинета и его декоративное убранство. Фантастические липные птицы, вазы с цветами, стилизованный растительный орнамент дополняют убранство комнаты. Плафон, фортификация работы дециании в аллегорической форме прославляет одну из областей науки. Стены кабинета затянуты воссозданным по сохранившимся первоначальным образцам зеленым шелком, расписанным изображениями экзотических птиц, бабочек и цветов. Особняком стоит и имеющая отдельный вход микрокомната, являющаяся на самом деле рабочим кабинетом будущего императора Павла I. В действительности она замыкает анфиладу наследника, примыкая к штофной опочивальне. Это действительно самая маленькая комната дворца, менее шести квадратных метров, меньше маленьких комнат в современных квартирах. И в этой мелкости, микроскопичности, прямо-таки видится и слышится весь тот негатив, который мать Екатерина испытывала к своему сыну. Мало того, что назвала его Павлом, от латинского «маленький», так еще и кабинетик для дел выделила крохотный. Впрочем, орнаментальные росписи Бороцци, подлинные китайские деревянные и мраморные таблички, изысканно и естественно вписанные в арабеск, прекрасный живописный плафон работы того же Ди Циане под названием «Геометрия» делают этот малюсенький кабинет-шкатулку одной из самых интересных в плане интерьерного дизайна комнат во дворце. В целом, китайский дворец Екатерина Алексеевна именовала не иначе, как шкатулка с драгоценностями и с гордостью демонстрировала его, как она выражалась, преизрядный вид брату прусского короля, то бишь старого фрица, принцу Генриху Прускому. Это было осенью 1770 года. Бывали здесь также короли речи Посполитые, то есть Содружество Польши Станислав Понятовский, Густав Третий, король шведский из династии Гаторпов, император австрийский Иосиф Второй. В 1780 году Екатерина показывала дворец своим внукам Александру и Константину. В 1858 здесь был Александр Дюма отец, а в 1870 Миклуха Маклай и Семенов Тяньшаньский. Ну, а теперь мы с вами с Ангелом Странствий, за что ему, надеюсь, респект, лайк и уважуха в виде подписки. Да будет так! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok